Внимание на экран и внимание сюда на не совсем сцену. Я приглашаю Александра Савельева. И сейчас речь пойдет об обрах. Аплодисменты. Добрый день, уважаемые. Очень приятно видеть, что весь зал полон. Это значит, тема, которую выбрали организаторы, интересна. И мне от этого приятно. Я работаю в институте уже более 40 лет. И все это время занимаюсь экологией разных крупных видов охотничьих животных. Но особенно меня интересуют бобры. Бобры во всем их многообразии и во всех формах проявления жизнедеятельности. За это время я изъездил, конечно, значительные пространства. От Сахалина, Японии и Монголии до Карелии, до Германии, Чехии и Испании. Все это были в основном экспедиции. И, конечно, я не мог не откликнуться на просьбу организаторов и не рассказать о своих любимых бобрах. Но теперь на нашей земле обитают два вида бобров. Евразийский бобр и бобр канадский или североамериканский. Но в течение нескольких миллионов лет на земле жило и исчезло уже, конечно, множество видов разных-разных бобров. Около 40 видов их было разных бобров. Вот, например, были такие бобры. Ну, хорошо. Вот там справа это ископаемая нора маленького бобра Палеокастера. Вот видите, он по такой винтовой лестнице спускался в свое жилище. Вот этот вырос, это как раз гнездовая камера. Такие были бобры. Довольно смешные, мелкие. И они жили, вы удивитесь, совершенно без воды. Ну, и были бобры, которые по размеру были почти как медведи. Я в руках держу череп ископаемого бобра Кастероидеса. Такой заметный зверь, конечно, не мог не интересовать древних людей. Естественно, нашим предкам нужна была высококалорийная пища и теплые шкуры. Все это мог обеспечить бобр. Ну, бобры имели не только утилитарное значение в период развития человечества, но и сакральное, так сказать, божественное. Например, в Западной Сибири у аборигенных племен, у вагулов, теперь это ханты, путешественники видели башков, своих башков, которым поклонялись вагулы. Эти башки были зачастую одеты в бобровые шубки. У зороастрийцев, это последователи одной из древнейших религий на Земле, была даже такая богиня, которой они поклонялись, Ордвисура Анахита. У них шуба была сшита из сорока бобровых шкур. Ну, здесь представлены... Спасибо. Здесь представлены фигурки, которые отливали древние люди. Слева это из Западной Сибири, а справа вот это лапа глиняная бобра и такое, в общем, ожерелье на шею, это с русского севера. Ну, в силу того, что бобру был очень-очень нужен людям, на него, ну, нещадно охотились и практически истребили. Он был буквально на грани вымирания. Вот там несколько точек в Европе. Вот вы видите в районе Воронежа. Жалко, что указка не работает. В Белоруссии, также на юге Франции, в Германии, в дельте реки Эльба, в Норвегии, ну и здесь в Азии, вот в Западной Сибири, в Туве и на границе Монголии и Китая сохранилось восемь очишков бобров. Их общая численность была, ну, тысяча с небольшим. Сейчас на нашем континенте обитает полтора миллиона бобров. Всё это... Я пытался, но её не видно. Вот там на стене видно? Да, а на экране нет, она теряется. Ну, ничего не поделаешь. Вот из полутора миллионов бобров половина обитает примерно на нашей... на территории нашей страны. Из них примерно 40 тысяч бобров в Кировской области. Кировская область – одна из самых богатых областей нашей страны. Ну, давайте познакомимся поближе с бобром. Что это за зверь? Ну, бобры, конечно, обладают удивительной способностью заселять самые-самые разные биотопы. Животные, которые могут обитать в совершенно разных условиях, называется убиквисты. Вы, наверное, можете, кроме бобра, ещё называть каких-то животных, которых можно встретить от тундры до степей пустынь. Ну, кто, например? Какие животные? Широко распространённые. Ну, волк, лисица, вот такие, да? Это виды убиквисты. Слева вверху бобры, обитающие около ледника, буквально около ледника. Но справа – это бобры, обитающие на Седом Урале, у верхней границы лесов. Ну, и слева, мы там много работали, это пустыня Гоби в Монголии, рядом с китайской границей. Вот зелененькая буквально лента, речная, а слева и справа – пески и скалы. Бобры знаменит, конечно, тем, что он большой мастер переделывать природу под себя. Он не так давно вышла в Европе книжка, которая называется «50 видов животных, которые перевернули наш мир с точки зрения человека». Вот бобр в числе первых видов, он, например, так может трансформировать строительством плотин, ландшафт, что деятельность бобра иногда сравнивают с геологическим фактором. Вот, например, север Северной Америки, это Канада, эти вот равнины канадские, это в основном деятельность многовековая и многотысячелетняя деятельность бобров. Бобр настолько притягателен для других видов животных, что иногда его называют, например, бобры – это не животное, вот слева, а целое, показывают круг жизни бобров. Одно и то же поселение весной, летом, осенью и зимой. Но это наш пейзаж, есть места, где, например, нет снега совершенно, или не только снега, но и речка не замерзает. Но это вот наши условия обитания. Ну, раз тема наша такая – бобры, ну, дикие животные в городе, то, конечно, не могу не рассказать и об этом. Вот, например, только сейчас в Москве вот столько обитает, столько зарегистрированных бобровых поселений. Каждая точка – это место обитания бобров. Вот, кто бывал в Казани, в Ривьере, это совершенно рядом, вы видите, бобровые погрызы. Бобры теперь обитают практически во всех крупных городах по Волжье. Есть они и в Кирове. Вот посмотрите эти точки, это совсем недавние места регистрации бобров в границе города Кирова не менее 30 бобровых поселений. Ну, ясно, что такое крупный, зубастый зверь, он может постоять за себя. раз численность бобров возрастает, она растет и растет из года в год теперь, ну, ясно, что увеличиваются шансы встретиться с этим зверем в дикой природе. И не только в дикой природе, в принципе, на улицах нашего города. потому что вы видели на предыдущей картинке, там они обитают и по Люльчинке, и вот слева и справа от той дамбы, которая идет от старого моста в сторону Слободского. Но если бобр попадает в такую ситуацию, когда ему некуда отступать, он может напасть на человека. Известны даже случаи гибели людей от бобровых покусов. Так случилось с одним рыбаком в Белоруссии несколько лет назад с одной старушкой в Пензенской области, которая столкнулась с бобром прямо у у колонки. Пошла за водой. Ну, профессионально бобров можно держать так. Взять за передние лапы, сильно прижать к бокам. Бобр в отличие, например, от собаки, имеет очень короткую шею. Он не может повернуться, огрызнуться или укусить. Так что это очень надежный способ фиксации. И в заключение я хотел бы вот еще о чем поговорить с вами. Судя по блеску в ваших глазах, вы все хотите сделать, я думаю, какое-то значимое достижение в смысле получения новых знаний для человечества. То есть, ну, как называется наша лекция, вписаться в науку. такая работа, которая проводится в рамках гражданской науки, citizen science, она проводится не профессионалами, не учеными, но с привлечением широких слоев ученых, жителей, населения. Такие работы, наверное, вам тоже известно, когда объявляют массовые акции «Давайте посчитаем зимующих уток в городе Кирове», да? Или какие-нибудь... И это происходит одновременно по всей стране. А то есть, у вас речи о озере есть, куда у вас? Да. И иногда в городе будет где-то в городе? Вот такие подсчеты проводят где-то в конце зимы, начале весны. И очень интересные данные получаются, когда это проводится регулярно из года в год. Вот в рамках такой гражданской науки теперь осуществляется проект «Млекопитающая Россия». Ему три года. Вот за три года на карту нанесено, вот как вы видите вверху там цифра, более ста тысяч записей. запись – это точка, конкретная точка встречи того или иного вида млекопитающих. Вот Кировская область выглядит на этой карте. Мы лидируем среди всех регионов России. Здесь более пяти тысяч точек в пределах нашей области. Бобровых. И вот в связи с этим я призываю вас оставить свой след. У вас есть уникальная возможность оставить свой след вот в этом проекте. Этот проект теперь набирает обороты. Есть портал специальный, есть группа в Фейсбуке. Если вы где-нибудь встречаете какое-нибудь животное или следы его жизнедеятельности, можно сфотографировать, загрузить вот туда свои фотографии. Эксперты, так сказать, промодерируют, то есть оценят, точно скажут, какой это вид. И эта точка под вашим именем появится на карте России. Я взял с собой несколько визиток, касающихся этого проекта. Здесь есть ссылка на этот сайт. И сзади есть QR-коды, даже можно скачать приложение для телефона. Подходите, например, и видите какой-то след или лось, или еще что-то такое. Фотографируйте, и все это потом попадает уже автоматически в запись. Можете потом себе это разобрать. Ну и я, конечно, не сомневался, что вы все представляли вот до начала этого собрания нашего заседания, что за зверь такой бобр. Но надеюсь, что вот после моего короткого выступления вы стали к нему ближе, стали немножко больше знать об этом. И почти так же любить его, как я. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Александр Павлович Савельев, доктор биологических наук, главный научный сотрудник отдела экологии животных. А что-то последний слайд не идет. Все удачно? Еще один слайд? Да. Коллеги, должен быть еще один слайд. Не тот, другой. Ищем пока. Ищем. Хорошо. Еще раз, Александр Павлович, пожалуйста, аплодисменты. И мы готовы принять ваши вопросы и реплики. Прежде чем микрофон передадим в зал, у нас есть вопрос из интернета под нашей трансляцией. Я должна сказать всем нашим зрителям в группе ВКонтакте Ица и Кирова, что вы можете писать свои вопросы и точно так же участвовать в том, чтобы завоевать научно-популярную книгу. Ну и просто мы надеемся, что у вас пробудился исследовательский интерес. Светочка Варанкина пишет. Насколько бобру необходима вода для обитания? Вот вы сказали, Александр Павлович, что древние бобры, некоторые, вообще не нуждались в воде. А сейчас? Совершенно верно. Теперьшние бобры жить без воды не могут. Они настолько связаны с водой, что их даже относят к группу полуводных мегапитающих. Микрофон. Микрофон, потому что трансляция с микрофона. Их относят в группу полуводных мегапитающих. Они настолько тесно связаны с водой, что, например, спариваться могут только в воде. То есть, если нет воды, то, собственно, увеличение популяции, продолжение рода бобра невозможно. Ну, конечно. Современно, да. Теперь в некоторых европейских странах в течение уже нескольких лет наблюдается засуха. Многие водоемы практически пересохли. И бобрам приходится очень тяжело. Плюс тут еще разные хищники активизируются. То есть, засуха – это, в общем, беда, бедствие для бобров. Светочка прямо в онлайне говорит спасибо, Александр Павлович. Что? Девушка, которая написала вопрос, прямо в онлайне пишет спасибо вам большое за ответ. У нас есть вопрос в зале. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте свой вопрос. Меня зовут Агнеса. А скажите, пожалуйста, почему вам нравятся бобры? Почему нравятся? Да, но вы их любите, говорите. Ну, тогда мне придется снова открыть первый слайд и вы увидите, насколько он симпатичен, этот зверь, да? Это просто лапушка. Несколько лет назад к нам в Киров в цирк приезжал дрессировщик Виктор Сильченко с дрессированными бобрами. Единственный в мире человек, который смог выдрессировать бобров. И они там чудеса творят на арене. Плюс то, как эти звери воздействуют на природу, несравнимо ни с кем, да? Это уже заставляет уважать и любить этих бобров. Спасибо. Отлично. Следующий вопрос из зала, потом вопрос из интернета. Варь, позади тебя вопрос есть. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Скажите, пожалуйста, почему именно бобры являются такой важной частью экосистемы? И можно ли так сказать о других животных? Не совсем расслышал. Является важным. Почему именно бобры являются такой важной частью экосистемы? Ну, в силу своей способности трансформировать эту экосистему. Скажем, тёк какой-то тощенький ручеёк, да? Пришли бобры, построили плотину. Не просто одну плотину, а целый каскад таких плотин. И это место совершенно преобразовалось и выглядит теперь по-другому. Там много воды, там много места для рыбы. Я уже говорил, для многих-многих видов животных. То есть, можно ли сказать, Александр Павлович, что бобр меняет, собственно говоря, саму экосистему, предоставляя... То есть, одни виды животных, возможно, оттуда уходят, а другие, наоборот, появляются? Конечно. Если вы помните, несколько лет назад из Кирова целый вагон бобров уехал в Монголию. Мы про это не знали. Живых бобров. Девять лет назад, в 2012 году, мы их туда отвезли, потому что у монголов пересыхают речки. И они хотели, и сейчас так делают, с помощью природных инженеров немножко преобразовать свои реки, чтобы воды у них было больше. За 12 лет у них получилось это? Вы следите за результатами деятельности Кировских бобров в Монголии? Да, я слежу. Что вышло? Ну, они там прижились на тех речках, где их выпускали. Плюс часть поголовья бобров они зарезервировали, построили специальный бобровый питомник для них, недалеко от Улан-Батора. И нарождающееся там бобровое племя подпускают и подпускают в природу. Кто знает, что такое Улан-Батор? Класс, спасибо. Вопрос из интернета. Дмитрий Сыкчин. Какие условия обитания любят бобры и что нужно сделать, чтобы приручить бобра, и можно ли это сделать? Ну, про условия обитания мы уже сказали. А вот насчет приручить бобра, нам уже вы сказали, Александр Павлович, что даже цирковым актером может стать бобр. Как это удается? Ну, все воспитывается с детства. Надо взять бобренка, например, на ферме Воронежского заповедника, выращивать его, вскармливать буквально вот с пеленок, так сказать. И он настолько привыкнет к человеку, что, в общем, почти ребенок. Становится ручным домашним животным практически. Вопросы в зале, пожалуйста, поднимайте руку. И у нас еще есть время для двух, трех вопросов. Можешь написать на трансляции, конечно. Да, есть вопрос, пожалуйста, представляйтесь. Григорий, общественная организация «Чисто вятка». Скажите, пожалуйста, у кого высший интеллект? У сурка или у бобра? Сурка? Да. Ну, Виктор Иванович, по-моему, сурками занимался или занимается? Кто такой Виктор Иванович? Машкин. Это профессор Вятского агротехнологического университета. А можно я задам еще один дополнительный вопрос? Гриша, а почему ты сравниваешь сурков с бобрами, скажи? А вот мне просто интересно от коллег услышать. Просто вообще, в принципе, кто умнее, сурок или бобер? Ну, что я тут могу сказать? Виктор Иванович, он большой специалист по суркам, но сурков выдрессировать еще никто не сумел. Значит, бобры более восприимчивы при контакте с человеком. Дмитрий Веприков, который находится в нашем зале, он пишет вопрос под нашей трансляцией, спрашивает, а может ли бобр жить рядом с другими животными? Ну, и я бы дополнила. Есть ли вообще у бобра, например, животные-компаньоны, с которыми они каким-то образом взаимодействуют? Ну, вы видели на слайдах, что бобр фактически магнит в природе. Он притягивает в себе много-много разных видов животных. Компаньоны навряд ли, но есть, например, есть такой экологический термин – комменсалы. То есть, это виды животных, которые не приносят вреда бобру, например, да, но пользуются отчасти его, так сказать, используют его деятельность. Например, если бобр повалил лосину большую, да, приходят лоси, зайцы. Вот это признак комменсализма. То есть, они подъедают то, что бобр не может достать. Но есть враги, есть паразиты, конечно, у бобров, но это разные такие формы сожительства. Так, мы заканчиваем сессию вопросов и ответов, но у меня есть проверочная сессия. И, кстати говоря, сейчас я пока ее провожу, попрошу Александра Павловича подумать над тем, кому мы выручим первую книгу за лучший вопрос или реплику. И реплики могут быть даже на тне вопросов, которые я сейчас задам в качестве проверочного материала. Кто такие убиквисты? Кто запомнил? Убиквист. Можно поднимать руку. Пожалуйста. Это те животные, которые могут приспосабливаться к любым условиям жизни. Ну, точнее, в природе. Принимаем ответ. А сколько видов бобров существовало в прошлом? Более сорока видов. Более сорока видов. Сколько видов бобров осталось сейчас на планете? Ошибаюсь, но вроде два. Какие бобишь? Ну, евразийские и вроде бы еще какой-то. Североамериканские подсказывают, правильно? Да. Совершенно верно. Сколько, кто запомнил, сколько, какова численность бобров в России? Так. Если я правильно посчитал, 750 тысяч особей. 750 тысяч особей? Совершенно верно. Половина от полутора миллионов. Так. И еще, где находится пустыня Гоби, которую упоминал сегодня в лекции Александр Павлович? В Монголии. Гоби находится в Монголии. Правильно. И в Китае еще. И в Китае еще, да. И у Ивана Ефремова есть замечательные книги, написанные им об исследованиях в пустыне Гоби в Монголии. Хорошо. И что такое citizen science, который призывает вас поучаствовать? Наш спикер. Гражданская наука. Yes. Аплодисменты. Так. Александр Павлович, вручаем книгу за лучшую реплику и вопрос. И будет еще индивидуальный приз от меня. Визитки здесь. Да, визитки обязательно. У нас есть книга классная. Вот прямо в тему сегодняшнее. Приручение 10 биологических видов, изменивших мир. Так. Спасибо большое. Вам предстоит выручить ее. Я, к сожалению, не могу ее отдать, но вам тоже подарю подарок. Ура. Аплодисменты. А я подарю браслеты нескольким товарищам, которые активно задавали вопросы и считали вслух.